итак ну чтож ария румы и маленькие любители покушать и мы с вами продолжаем играть такую увлекательную игрушку как факторио я напомню что остановились мы на то моменте то я обещал то доделаю вот эту часть добычей как ни странное железо все она успешно у нас добыта функционирует причем успешно если минус который здесь замечаю это очень медленная погрузка но я знаю как исправить но нам до этого очень далеко пусть хотя бы таком вот моменте все работает и это на самом деле не особо это мешает замечательным образом здесь уголь добывается и успешно уже функционирует и используется успешно уже между прочим здесь вот пережарка железа работает функционирует все три наших небольших цеха полностью пережаривают и вот идет производственные железные линии помимо всего вот этого пережарки я решил отказаться от того цеха который у нас был раньше и как вы можете здесь такой небольшой аппендикс спустил получается то что весь вот это вот небольшой аппендикс служит только для того чтобы добыть окончательно вот это вот рудную железную и чтобы вот это вот бурли отсюда приехали освободили нам немножечко пространство остался здесь лишь небольшой вот это вот цех для стали который у нас вот здесь успешно работает и плавится возможно я займусь и апгрейдом сегодня в этой сеть но пока что у меня в идеях и в планах были гораздо более инновационные мечтания как вы можете видеть то что раз вот это вот аппендикс приехал всегда у нас успешно железо которое здесь плавится идет прямиком вот из этих вот цехов которые здесь вот не как-то не подсвечиваются из-за того что радара все-таки нет ну ничего страшного и по идее это все из основных таких мнений на нашей базе последнее наверное самое глобальное изменение которое нас произошло мы все-таки дошли с вами до красных конвейеров по изучением и я начал их уже производить на нашем моле ну точнее на небольшом ответвлении от молот вот этот весь цех по производству как раз таки красных конвейеров записывайте сохраняйте угодно делайте давайте так вот сделаю теперь каждый может заскринить использовать собственных начинаниях это самое компактное что я смог придумать а не совсем красиво получилось вот в этой части на входе у нас всего лишь здесь получается он веер вот этим вот ядрами автоматизации электросхемами получается вот здесь у нас небольшой цех по производству шестеренок и само железо идет здесь и у нас успешно это все перерабатывается в красные конвейеры которые работают по сути в два раза быстрее чем обычные желтые конвейеры их мы будем успешно использовать большую часть игры я думаю даже до паст гейма мы будем их использовать и поэтому я предпринял решение их до кадра немножечко приготовить чтобы они подкопились у нас побольше и чтобы мы в этой серии не нуждались на эту серию меня очень грандиозные планы наполеоновские я бы сказал как я люблю и это делать в другом не умею я хочу сейчас с вами дарится в нефтянку и попробую с ней что-то сделать а нефтянка мне нужно только для одного по факту это для аккумуляторов поскольку для аккумуляторов нужно серная кислота а серная кислота как ни странно это сера которая делается из папу газа нефтяной газ как вы знаете это не что иное как обычная нефтяночка мы сможем с вами сейчас в нее ударится а суде с вами есть очень большое и лакомое месторождение второй нефти которую можно с вами использовать я пока не совсем определился как лучше нам будет в том плане то что я не знаю пока где лучше будет разместить танку крыси у ничего нового я здесь больше не придумаю только ее наверное вот здесь я буду добывать и вот здесь уже я буду ее наверное обрабатывать для того чтобы давать там нефть нам нужно сделать нефтинные насосы до делаются они конечно долго у нас но ничего с этим не поделаешь я не сказал зачем нам нужны по факту аккумуляторы аккумуляторы нам нужны только для одного делать как ни странно батарейки а батарейки в свою очередь это неотъемлемая часть производства энергии я хочу начать производство солнечных панелей я думаю наверное с них надо было начать прежде чем быть канку да а то да 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 это будет правильное решение сначала мы сделаем производства солнечных панелей хотя бы в полуавтоматическом и как получится а потом уже будем делать нефтянку потому что нефтянка это долго и пока мы будем долго это делать вас как раз получится произойти хотя бы мало-мальское количество солнечных панелей а солнечные панели свою очередь нам нужны поскольку вы можете видеть то что у нас сейчас производство очень-очень очень нагруженная и то это на жут буквально буры которые идут у нас на добычу даже несмотря на то что я увеличил казалось бы вот это производство паровых двигателей равно этой энергии не хватает поэтому не что иное как солнечные панели нам нужно что стекло кремний сталь электросхема сталь у нас уже есть раз тема есть кло тоже у нас по факту есть и остался нам наверное самый интересный нужный приблуда это прим не но прежде чем кремний нам бывает нужно сначала и кло которое здесь добывается вывести нам на вот эту вот нашу схему это ничего сложного здесь не будет у нас тем более что она здесь производится получается у нас стекло тоже выведено получается на нашу шину основную базы и остался нам последний интент это кремний кремнием не все так просто наверное будет это получается продукт производства кварца а кварц это песок и вода я наверное давайте сразу кварц мы будем делать все правильным сразу уметь сначала прежде чем делать нормальную добычу кварца нужно сделать нормальную добычу булыжника для этого нужно разместить вот эти вот бурына вот это вот месторождения которому здесь есть и примерно разбросал добычу производственного процесса как это должно было бы происходить если бы у нас здесь курсировал поезд я сомневаюсь что ближайшее время нам поезд потребуется учитывая то что есть вот какое количество камня и временем мне потребуется сюда вот вывести воду как ни странно начал я воду конечно тянуть блин это будет очень трудный и а мы интересный процесс сразу ее выведем заодно на главную шину и по ней поведем как раз туда вот здесь получается у меня идет главная шина здесь должны быть два ряда меди но пока что один не заморачиваемся сильно по этому поводу и пытаемся тянуть дальше пока что вот сюда вот мы его вывели пусть пока что будет получается 4 дробилки 16 петель нам выдаст он 6 и мне на 5 конвейерную линию или нужно найти как крафтится функционные заводы и балки нужны опалки чё крафтится по три часа да что что будешь делать попробую я пока такой метод размещения вряд ли он не является удачно я попробую все-таки вроде производства песка запущена по факту разберемся будет ли его хватать или нет вообще очень импровизационный процесс оказывается теперь мне нужно их разместить операционные я надеюсь будет хватать из к на все наши нужды и получается мы сейчас отсюда кварц забираем производство наше пошло и кварц у нас успешно пошел давайте его сразу куда-нибудь буферизовать без разницы в стальную суду хотя бы чтобы хотя бы какой-то буферизатор был у нас так теперь смотрим и получается нам вот этот кварц который мы делаем нужно переделывать в кремний для пластин а кварц насколько я помню нужно еще где-то думаю такое количество печек нам хватит для того что переделать весит кварц по времени и останется сюда каким чудным образом подвести уголь я взял немножечко тут у железа потом когда будут ресурсы я наверное переделаю в скобочках нет так сюда пошло топливо есть и кварц у нас производится его мы уже можем можем не можем можем делать солнечной панели очешуительно теперь мне нужно все это правильно вывести на нашу линию где эта линия вот она нашли это на вот здесь вот идет 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 ух ты как много препятствий кремний пошел на замечательно на шпину сейчас я хочу сделать хотя бы маленькая малюсенькое производство панелей а нам по сути больше не нужно они пока мы просто бегаем занимаемся своими делами накапывают таком количестве что мы никогда их не поставим в жизни поэтому мы бежим и пытаемся что-то с этим придумать успешно я получается эти два ресурсы объединил там получается по 10 того и того и по 5 того и того нас успешно это все объединено и все это туда на производство у нас у дает и получается я делаю здесь вот такой вот ход у нем и вот это вот сюда забирается это сюда успешно всовывается они работают они производят и мы можем успешно о них забыть на какое-то время эти у нас тем временем уже первую панель ты сделались давайте пока просто вот дань памяти вот как первые панели которые произведены у нас здесь денег разместим вещь первые панельки они нам производят 400 киловатт паровые 80 штук 80 мегаватт несоизмеримые совершенно масштабы производственные временем это все окупится как только мы их большое количество сделаем и разместим мы теперь бежим получается к месторождению нефти делаем там первоначальное производство добычу и оптимизацию всего и вся и это уже будет достижение у нас на самом деле потому что нефтянкой до этого мы здесь не занимались с вами и это будет очень интересный познавательный процесс примерно я накидал как это у нас все будет время нужно примерно накидать как у нас будет танцы по разгрузке и в те она конечно же будет отличаться от станции по разгрузке от обычной но в ней на самом деле много будет сходства на самом деле вот эти вот и набеги жучего иго не очень не нравится ничего я могу с этим поделать другой структур а не могу пойдет насколько по идее здесь вот этих вот мест по добыче это я скажу тут и тут до хрена поэтому мы сможем с вами успешно добывать можно как-то это все оптимизировать так чтобы это все нормально стоял у нас то что сломал турель сломали и есть турель проломили ах вы зараза неожиданно руки на самом деле просто не понимаю того факта что если они нам сейчас будут докучать досаждать мешать то они просто себе жизнь ухудшают я просто хочу сейчас сделать так и добиться того этапа чтобы очищать природу жуки я приехал сюда вам помогать можно сказать миссионерскую миссию сюда вам несу вы мне мешаете вам помогать но зачем вы так делаете с какой целью вообще я на вас в жучий суд подам там не знаю санкции на вас выпишем вот чтобы вы мне впредь не мешали я вынужден теперь с вами выгибать вот вам надо а но вот мне точно она не надо это просто вот время занимает и по истечение небольшого промежутка времени вы можете наблюдать то что я достроил здесь развязку самое основное занок для меня возможно вот эти вот у липа истребляю здесь поблизости ну ладно сейчас не об этом главное что я сделаю здесь поиск который нас в будущем будет перевозить туда нефть нефти у нас получается будет загружаться вот в эти вот огромные резервуары, которые крафтят у нас из стали по принципу и подобию вот этих вот наших больших сундуков, которые я там использовал. Важно то, что вся вот эта вот нефть, которая здесь добывается и все буры, которые здесь добываются, они по всей единому потоку загружаются в наш резервуар, а из него уже качаются, получается, в этот резервуар, из которого мы будем основную нашу нефть и брать. Сейчас же нам нужно подумать о нескольких вещах, и одна из таких вещей это вода. Как мы сюда будем доставлять воду, когда у нас здесь будет производиться нефть в нормальных объемах, в масштабах. Потому что именно продвинутая переработка нефти, которой пока что здесь, конечно же, нет, но она будет здесь в дальнейшем, будет происходить непосредственно с необходимой нам водой. Думаю, вот здесь вот их будет хороший способ не размещать, и нужно придумать способ, как это все нормально организовать, и надеюсь, что труп мне на все дело хватит. Я полностью себе отдаю отчет, что у меня сейчас нет достаточных масштабов производства для того, чтобы здесь организовывать переработку продвинутой нефти, но на будущее задел я сделал, для того, чтобы потом мне приходилось это все перестраивать. Главное, чтобы сейчас мы смогли с вами производить попутный газ, а из попутного газа мы уже будем производить с вами серу на аккумуляторах. Здесь мне понадобится насос, который мы будем скачать из этой бочки. Возможно, потом я перейду просто-напросто на другие типы труб, но это будет потом. Так, получается так, что нефть я буду, получается, подавать по двум трубам, а воду по одной трубе. Замечательно. И сейчас нужно это все аккуратненько вывести вот сюда вот. Ищ, ищ. Все, у нас нефть успешно сюда начала закачиваться. Сейчас нужно это довести все трубы. В принципе, стандартная у нас нефтянка получается здесь. Ничего такого с херсистиста, но просто я пробую новые здесь способы по ее добыче, что, в принципе, является обыденностью для нас. Мы здесь, получается, должны все еще подключить к единой сети электропитания и придумать способ, как это все у нас выводить, куда это все у нас выводить и где это все у нас хранить. Я думаю, что вот этот весь промежуток можно отдать под нефтянку. Мы вообще не будем с этим заморачиваться. Думаю, за ЖД мы переходить не будем. У нас вот здесь вот все протянуто, будут под нефтеперерабатывающие заводы. Возможно, я сюда еще сделаю ответвление. Сейчас все это безобразие мы подключаем к общей электросети. Они начали, получается, у нас производить попутный нефтяной газ. И он идет у нас уже успешно по трубам нашим. Я его хочу отсюда с помощью, допустим, помпы выкачивать. И тоже нужно придумать способ, как его хранить. Я думаю, что также 4 вот этих вот больших резервуара его хватит. Я думаю, что мы будем все это хранить как раз-таки вот здесь. Вот. Очень даже неплохое место. И мне оно, в принципе, нравится. Вот так вот это все у нас безобразие будет здесь размещено. Замечательно. Здесь это сейчас с помпами мы соединим и не паримся особо на этот счет. Нам получается, для того, чтобы сделать аккумуляторные блоки, не хватает только самих аккумуляторов. Для производства манипуляторов нам нужна железная плита и серная кислота. Серная кислота это не что иное, как вода и попутка. И, к сожалению, воду мы сюда не привезли. И вот настал этот момент, когда воду необходимо нам привезти сюда. И мы пойдемте ее производить у нас. Я вряд ли здесь буду еще ставить паровые котлы. У нас, в принципе, здесь есть в трубах достаточное количество воды. Я его предлагаю просто вот так вот здесь соединить и вывести как раз туда. Получается, я вот таким вот угловатым способом ее сюда довел. Я не знаю, на самом деле, каким еще способом можно было бы ее сюда довозить. Вот. Все. По идее она заработала. И здесь начинает копиться у нас попутка. Наша любимая. Немножко криво. Ладно. С этим можно смириться. На самом деле, с этим мы обязательно что-нибудь придумаем. И обязательно что-нибудь с этим сообразим. Я вот подумал, а почему мы не можем серу делать по месту? Действительно. Ведь для производства серы нам ничего другого не потребуется, кроме как попутки. Давайте ее производить по месту, блин. Нам просто нужно взять сейчас всю отсюда попутку и вывести туда. Только как это сделать грамотно и куда нам вывести ее нужно, это еще хороший вопрос. Ну вот здесь вот, я думаю, она у нас пройдет успешно. И пойдет вот так вот вниз. В любом случае, попутку нам нужно кидать на производственные наши линии. И сейчас нам нужно все это грамотно организовать. И все получается таким образом. Попутный нефтяной газ у нас успешно есть вон там он. И у нас успешно работает. Останется нам только туда придумать воду для того, чтобы делать серу. Сейчас мы что-нибудь придумаем с этим и не пережевываем. Я вижу тут уже много, что требует у нас пластик по изучениям. И вода у нас пошла. И попутка у нас пошла. Замечательно. Мы ее сейчас в самый низ гоним. Ну или почти в самый низ. Для того, чтобы производить, начинать все необходимое. Для этого мне немножечко тут нашу артиллерию подвинуть придется, конечно. Ну ладно, ничего страшного, думаю, не произойдет. Я посчитал тут немного и нам по идее вообще очень мизер нужен какой-то по ресурсам. И мы уже готовы давно все производить. Сера у нас получается успешно производится. Нам нужно сейчас сюда подвезти воду еще. Эту серу получается мы передаем вот в этот вот еще один химический завод. И он требует у нас железа. Но насколько я знаю, там дальше по производству нам потребуется еще и миди. Поэтому мы аккуратненько это все вместе сейчас выведем. И в стальной сундук все это уходит у нас. И пошло это, пошло производится, ура! Это успех, это достижение, это невероятно и это очень-очень супер классно. Пошли наши аккумуляторы производиться. Два стака пока что хватит. Нужно сейчас сложить весь мусор, взять солнечные панели и пойти начать их ставить. Ведь они сейчас понадобятся, буквально поскольку не хватает у нас электроэнергии. Хотел бы я ставить на самом деле и начинать точнее ставить, ну и в принципе ставить эти солнечные панели дронами. Но до дронов нам еще очень-очень далеко и это будет очень-очень не скоро. Хотя бы пока что в маломальском масштабе без дрон станции. Пусть они работают, пусть они нам производят электроэнергию и это уже будет хорошо и это уже будет замечательно. Да, с аккумуляторами конечно туго, но ладно, пусть хотя бы у нас здесь стоят солнечные панели. Хотя бы в таком вот масштабе. Это очень плохо, без подстанций, да. Ну пусть хотя бы так у нас все это стоит. А сверху я думаю пустить здесь как раз толбы вместе с аккумуляторами. Я не считал это где-то на специальных аккумуляторах, я просто беру и делаю это все на глазок. Насколько у меня хватит возможностей. Так, и теперь мы все это непотребство мы должны подключить к основной нашей сети. Бам! Они нам уже производят. Смотрите, 18 мегаватт. Я их разместил, да, больше, чем паровых двигателей. Да, они стоят дороже, но они нам вырабатывают энергии практически как вот эта вот вся станция. Да, на самом деле занимают они размер такой же. Они, во-первых, не жрут у нас вообще никакого топлива. Соответственно, не дают никакого загрязнения от слова совсем. А значит, кусаки к нам будут меньше хотеть приходить. А значит, у нас возможно с ними будет какой-то мирный договор подписан. Но это еще не точно. Но это совершенно не точно и совершенно неправильные выводы. Я за кадром, наверное, продолжу размещать их в большом количестве и буду стараться меньше зависеть от этих паровых адских машин. Я думаю, что потихонечку на таком моменте мы прекрасно будем заканчивать. А уже в следующей серии, когда у нас появится нормальная энергетическая база, мы будем нормально уже продолжать развиваться, строиться и улучшаться. Ну, а на этом пока что все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok